МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Ольга Алексеева. О главных новостях региона прямо сейчас. Смотрите сегодня. Новый резидент. В Канажском индустриальном парке открылось новое производство. В хоккей играют настоящие мужчины. В Чубаксарах сдали в эксплуатацию Центр развития хоккея. Памятник живой природы. Дуб из Маргаушского леса претендует на звание самого старого. В Чубаксарах открылся региональный хоккейный центр при Чувашском кадетском корпусе. Это первый крупный спортивный объект, построенный в республике в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Он станет трамплином в спортивной карьере сотен ребят. 1740 квадратных метров льда. Трибуна для зрителей более чем на 200 мест. А еще учебные классы, тренажерный зал, раздевалки, душевые. Все, что может понадобиться спортсменам во время тренировок. Хоккеисты за время вынужденного перерыва очень соскучились по игре. Сегодня они первые испытали новый лед. Очень рад тому, что открылся этот ледовый дворец. Здесь очень хорошее ледовое покрытие. Оно отличается гладкостью. Лед очень хороший. Очень нравится здесь кататься. Хоккейный центр – структурное подразделение спортивной школы Олимпийского резерва номер 4. Здесь будут тренироваться и играть детские и юношеские команды республиканской школы хоккея. Команда по следж-хоккею «Адл», любительские сборные. С нового учебного года в кадетском корпусе имени Кочетова откроются хоккейные классы. Там же будут проходить тренировочные сборы, мастер-классы и открытые занятия для перспективных спортсменов. Министр спорта России Олег Матыцын в формате видеоконференц-связи поздравил Чувашию с появлением такого спортивного объекта. Надеюсь, что это еще больше даст импульс развитию спорта, физической культуры Чувашии. Я абсолютно уверен, что социальная инфраструктура – это основа, без которой невозможно развитие физической культуры и спорта. И Чувашия показывает яркий пример, как надо развивать спорт. Немножко скажу сухим языком, но средний показатель, занимающийся спортом, он уже превысил средний показатель по России. Трехкратный олимпийский чемпион и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк тоже дистанционно поддержал спортсменов Чувашии. И мы, конечно, надеемся, что на этом вдруг прекрасном появятся новые Харламовы, Якушевы, которые прославят нашу Россию. И в знак победы будет звучать гимн России на международных соревнованиях. Удачи вам! Ждем вас в большом спорте. Новая площадка даст старт спортивным карьерам сотен юных спортсменов. Здесь есть все возможности, с одной стороны, заниматься хоккеем, фигурным катанием. Самое главное, могут заниматься в том числе дети с ограниченными возможностями. Но самое главное, здесь еще есть все возможности для того, чтобы пропагандировать хоккей, обучать тренеров из сельской местности самих хоккеистов с точки зрения методики хоккея и повышения мастерства, ну, хоккейного мастерства. И в этом связи, мне кажется, открытие такого инфраструктурного объекта хоккея в Чувашии – это очень здорово. Такой же хоккейный центр появится и в новом городе. Татьяна Трофимова, Татьяна Раевская, Павел Редков, Республика. Только что наша творческая группа вернулась из Канаша. Здесь, ко дню республики, приурочили сразу несколько мероприятий. На территории индустриального парка появился новый резидент. Открылось производство холодильных шкафов торговой марки «Аркто». Процесс производства уже встал на рельсы. Холодильные и морозильные камеры здесь собирают для магазинов, аптек, общепита. Налажен серийный выпуск восьми моделей холодильных шкафов. С открытием завода появились и новые рабочие места для жителей Канаша. Какой средний возраст? Ой, я думаю, лет 30 с небольшим. 30 с небольшим? Здорово. Средний возраст? Да, средний возраст. Молодежи очень много. Вот два брата у нас работают. Сейчас на заливке вы видите. Молодежь с Канаша, говорите, да? Да, да. Из 48 человек, 43 – это жители Канаша. По объявлению попал сюда, когда еще завод строился. Не знал, что так он быстро построится. Все это дело начинал, как говорится, от начала. Работал разнорабочим, рабочим. Затем оператором станковчику. Ну и, соответственно, сейчас уже работаю на данный момент, пока бригадиром. То есть все мне нравится, все устраивает. Станки новые. Все очень приятно. Даже, можно сказать, даже работать в рубашке. Здание завода построено с нуля, на территории индустриального парка. Это площадка для быстрого и успешного старта любого бизнеса. Для инвесторов здесь льготные условия. Сниженные проценты налога на прибыль, полное освобождение от налога на имущество и землю. При этом арендаторы получают не просто помещение, а возможность запустить собственное производство на полностью подготовленной площадке с коммуникацией и инфраструктурой. Такие льготные условия, конечно же, с одной стороны, позволяют таким заводам и таким производствам развиваться. А мы получаем, прежде всего, пусть небольшие, но все-таки доходы в бюджет. Но самое главное, когда идут такие процессы позитивные, появляются такие соответствующие настроения, ожидания. А вот эти ожидания порою даже важнее, чем конкретные рубли. Пока в Канажском индустриальном парке три резидента. До 2027 года разместить здесь свои производства смогут, как минимум, еще 17 компаний. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня же в индустриальном парке появился газ. Подземный газопровод высокого давления дает доступ к голубому топливу сразу двум районам. В течение пяти месяцев этот объект построили. Сложный тем, что мы еще закольцевали два района. Янтиковский район и город Канаж. Город Канаж, он немножко слабоват был по газонабжению, по объему потребления. В смысле в том, что мы не могли обеспечить. Мы закольцевали два гора. Янтиковский и Канаж. И сегодня 5500 км часовых мы можем поставить газ дополнительно к городу Канаж на этот объект. В республиканский кардиодиспансер поступило новое оборудование, которое позволяет проводить высокоточную диагностику врожденных пороков сердца и шимической болезни. Значение инновационных технологий в лечении сердечно-сосудистых заболеваний трудно переоценить. Врачи центра постоянно следят за новациями в своей сфере. Уникальность вновь приобретенного оборудования. Синхронизация комплекса исследований. Оборудование, оно работает в комплексе, работает в единой системе. И сопоставляется и электрокардиографическая картинка, и ультразвуковая картинка. Оно позволяет более точно, более качественно отбирать пациентов на кардиохирургические манипуляции и вмешательство. Это позволяет в том числе снизить риски и для пациентов. И позволяет нам снизить возможные риски неблагоприятных исходов или осложнений. Пациенты смогут пройти обследование во время амбулаторного приема или стационарного лечения по показаниям докторов. Можно регулировать при помощи пульта как в горизонтальном положении, так и до 45 градусов его поднять. И повернуть еще на бок, чтобы лучше визуализировать сердце во время проведения стрессовых кардиографии. Также имеется ультразвуковой прибор, который является современным и является пределом мечтаний многих кардиологических клиник, так и кардиохирургических клиник не только в России, но и во всем мире. Очень важно, что при этом можно исключить проведение других исследований, весьма сложных, которые больные переносят тяжело. В рамках реализации проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» запланировано переоснащение семи первичных сосудистых отделений компьютерными томографами, аппаратами УЗИ для исследования сосудов сердца и мозга, аппаратом искусственной вентиляции легких. Единороссы Чувашии поддерживают самовыдвижение Олега Николаева кандидатом на должность главы республики. Таков основной итог региональной партийной конференции. Единая Россия – партия Владимира Путина, который и поручил Олегу Николаеву руководство регионом. В Рио главы Чувашии отметил, среди единороссов много коллег, с которыми приходится вместе решать повседневные задачи, конструктивно взаимодействовать, оперативно реагировать на ситуацию. За несколько месяцев удалось сделать немало. Главное – разработана комплексная программа развития региона. Мы с вами вместе запустили такое очень широкое, глубинное обсуждение направлений нашего развития, планов по реализации тех задач, которые стоят по этим направлениям. И вы знаете, и на площадке высшего экономического совета большинство и здесь присутствующих работают. Мы провели достаточно много дискуссий отраслевых, муниципальных, территориальных и наметили себе очень-очень-очень много задач. Сегодня необходимы принципиально новые подходы к управлению республикой. В первую очередь важны неравнодушные люди, которые ставят интересы региона выше личных интересов и идеологических предпочтений. Те, кто готов работать на благо Чувашии ради ее будущего. Олег Николаев готов к сотрудничеству со всеми конструктивными силами. Единороссы республики поддержали самовыдвижение Олега Николаева кандидатом на предстоящие выборы главы Чувашии. Мне хочется призвать не просто поддержать Олега Алексеевича, и, конечно же, нам самим, от нас очень много зависит, смело себя проявлять, показывать, обозначать проблемы в виде нерешения. О готовности к сотрудничеству заявил сегодня секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Во время личной встречи с Олегом Николаевым они обсудили перспективы развития Чувашии. «Единая Россия» реализует на территории республики несколько проектов. Это и ремонты домов культуры, самое главное, сельских домов культуры, которые для республики являются таким центром жизни и населия. В рамках нашего проекта партийного новой школы строятся новые образовательные учреждения, создаются дополнительные места. В детских садах реализуется программа «Комфортная городская среда». Я знаю, что десятки дворовых территорий, общественных пространств в прошлом году и в этом, и по плану на 2021 год будут реконструироваться. Очень важно, чтобы мы занимались этим вместе. Когда формируется команда единомышленников, эффективность работы становится очевидной, отметил Андрей Турчак. На конференции большинством голосов Алена Аршинова избрана секретарем Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия». Выборы депутатов Чебоксарского городского собрания пройдут 13 сентября в единый день голосования. Это стало известно сегодня в ходе 49-го заседания ЧГСД. С учетом эпидемиологической обстановки оно прошло с участием ограниченного количества людей. Решение о дате приняли единогласно. «Голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье. Не допускается назначение голосования на предправочный нерабочий день, а также на день, следующий за нерабочим праздничным днем. Проектом решения предлагается назначить выборы на 13 сентября 2020 года. Данный проект решения был рассмотрен на задании всех постоянных комиссий. Прошу поддержать». Нынешний корпус состоит из 43 депутатов. Срок их полномочий составляет 5 лет. Эксперты считают, что количество депутатов вряд ли изменится, как собственно и сама структура собрания. Впрочем, этот вопрос еще будет обсуждаться. «Мы надеемся, что новая коронавирусная эпидемия, инфекция не повлияет на ход выборов, поскольку мы уже объявляем эти выборы и пройдет в таком же обычном режиме, как до этого. Я думаю, что будут разные способы голосования, в том числе и онлайн». Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, «Республика». «Чувашский дуб» претендует на звание главного дерева страны. Сегодня в Рио главы Чувашской республики Олег Николаев встретился с председателем комиссии всероссийской программы «Деревья. Памятники живой природы» Сергеем Пальчиковым. Во всероссийском конкурсе участвуют 12 деревьев, растущих в разных уголках страны. Название «Российского дерева года» претендует и старейшина чувашских дубрав. Дуб, которому 369 лет. Он находится в окрестностях деревни Ильинка-Маргаушского района. Великовозрастный лесной гигант, памятник природы республиканского значения. Это самый крупный дуб в Чувашии. Его высота 24 метра, а диаметр ствола варьируется от 1 метра 30 сантиметров до почти 2 метров. В 2012 году он вошел в реестр старовозрастных деревьев России. «Этот дуб – наша гордость, но многие даже не знают о его существовании. Участие в конкурсе это исправит», – сказал Олег Николаев. Напомним, проголосовать за главное дерево страны 2020 года можно на сайте национальной программы «Деревья. Памятники живой природы» до 1 октября 2020 года. Чебоксарский речпорт возобновил пассажирские перевозки. Там вайчики пока ходят только до Сосновки. На левобережный пляж рейсы не осуществляются из-за того, что купальный сезон в городе еще не начался. Кроме этого, открыты прогулочные рейсы. Расписание доступно на сайте ведомства. В преддверии Дня Республики мы связались с нашей коллегой, редактором республиканской общественно-политической газеты «Сувар», которая рассказала нам о работе издательства в Казани и о том, как они будут отмечать праздник. Ирина Федоровна, здравствуйте! Здравствуйте! Рада поговорить с коллегой. Вот расскажите, пожалуйста, ваша газета «Республиканская Сувар» – одна из немногих, которые выходят до сих пор в соседнем с нами регионе. Многие национальные издания давно закрылись. Как вам удается работать сейчас? Кто вас поддерживает? Наша газета входит в состав республиканского агентства «Тахмедиа». Мы являемся филиалом. Идет как бы уже со стороны руководства «Татарстан». Вот такая поддержка оказывается, потому что издание «Чувашской газеты» в республике «Татарстан» – это еще и национальный вопрос. Газета у нас открылась в 93-м году. Тогда учредил ее кабинет министров республики «Татарстан». И с тех пор мы не было ни одного, как бы, слива, газета выходила. Расскажите, что интересует наших земляков? О чем пишете? Контент нашей газеты очень широкий. Мы охватываем события не только в республике «Татарстан», но нам интересные события, происходящие за пределами нашего региона. Мы сотрудничаем с чувашскими изданиями Бухгарстана, Уралсовцы, Ульяновской области. Мы очень много событий, мероприятий проводим. Авторы у нас проживают. Я постоянно на авторе, которые сотрудничают с нами. Очень много авторов из Чувашской республики. Отличительной особенностью нашей газеты является это именно уже материалы о Чувашах. О Чувашской культуре, наших обрядах. Ирина Федоровна, что Вы думаете по поводу сохранения родного языка? При каких условиях национальные языки будут жить? Мне не хочется говорить, что Чувашский язык, он исчезнет. Потому что сейчас очень много блогеров Чувашских уже ведут свои блоги в социальных сетях на Чувашском языке. Это ведет к популяризации нашей Чувашской культуры и языка уже среди молодежи. Я думаю, также газету нашу будут читать. Потому что сейчас основные наши подписчики – это люди пенсионного и предпенсионного возраста. И поэтому сейчас мы стараемся сделать контент наш более интересным для привлечения уже более молодой аудитории. Уже смотрим, что им интересно читать. У нас в социальных сетях и в Инстаграм, в Одноклассниках, ВКонтакте тоже есть наши аккаунты. Есть свой сайт, куда они с удовольствием заходят. Поэтому мы часто делаем опрос, что им интересно читать. И уже основываясь на анкетировании, уже выбираем наш контент. Что ж, спасибо вам за беседу. С праздником вас. До свидания. И вас тоже с праздником. Завтра День Республики. Праздник, который из-за ограничительных мер состоится в онлайн-формате. Напомним, что основные мероприятия перенесены на август. Но все же и 24 июня состоится несколько важных событий. На национальном телевидении «Чуваши» стартует марафон. В течение дня мы будем рассказывать вам о прошлом и настоящем родного края. На связь со студией будут выходить уроженцы республики, живущие в разных уголках страны и мира. Единение и атмосфера государственного праздника в течение 24 часов. Вы увидите обновленную площадь Победы и памятник солдатам Великой Отечественной войны в Красных Читаях. Прямое включение состоится завтра в 9 часов утра. В 15 часов в столице Чувашии состоится заседание Высшего экономического совета, на который будет представлена комплексная программа развития республики. В 21 час мы покажем вам Красную площадь столицы, где завершился первый этап реконструкции. А еще дистанционно работают музеи и выставки. Ко дню республики прошло огромное количество творческих конкурсов. Все они посвящены любимой Чувашии. На улицах Чубаксар развернулся масштабный проект «100 великих людей Чувашии». Международная сеть лабораторно-диагностических центров «Инвитро» отмечает юбилей. Очередной офис в столице Чувашии, открывшийся сегодня, стал полутора тысячным по счету для большого коллектива компании. Об этом вы узнаете прямо сейчас. А я с вами прощаюсь. До завтра. Высокоточная лабораторная диагностика, международный уровень качества, исключительный сервис и технологичное инновационное решение – вот что лежит в основе работы «Инвитро». Это одна из крупнейших в России и в Восточной Европе сетей. Ее офисы работают более чем в 580 городах России и за ее пределами. В Чувашии это уже седьмой офис. Наша компания располагает восьмью лабораторными комплексами, пять из которых находятся в Российской Федерации. Ежегодно тестирование в нашей компании проходит более 76 миллионов человек. Из них десятки тысяч пациентов ежемесячно проходят исследования на территории города Чебоксары. И это стало возможно благодаря доверию наших пациентов. А доверие пациентов можно завоевывать только тогда, когда ты приносишь для них реальную помощь. В этом мы считаем залог качества работы нашей компании и ее успеха. Все медицинские центры «Инвитро» расположены в особо многолюдных кварталах, чтобы потенциальным клиентам было удобно. С течением времени стало понятно, что пациенты нуждаются не только в точной и быстрой диагностике, но и в консультациях докторов узкого профиля. И мы стараемся удовлетворить потребности наших пациентов и предоставить им максимальный спектр исследований. Базовым услугой у нас является прием акушера-гинеколога. И мы стараемся дополнить эти консультативные приемы и приемами других узких специалистов. Это невролог, терапевт, гастроэнтеролог и эндокринолог. Специалисты «Инвитро» одни из первых, кто быстро отреагировал на возникшую угрозу коронавируса. Уже больше месяца в центрах компании проводят тестирование на антитела к этой опасной инфекции. И с этого времени мы провели уже порядка двух тысяч тестов. Мы можем наблюдать, что выявляемость положительных результатов, положительных антител к коронавирусу составляет порядка 15%. Мы готовы принимать наших пациентов, мы готовы принимать их безопасно, мы соблюдаем все условия безопасности, и мы также готовы проводить это исследование дома у пациентов при выезде на дом. Александр Соловьев, Андрей Спиридонов, Республика.